Шалом! С вами снова информационно-аналитическая программа «Шаву Атов» и я, Татьяна Исакова. Мы готовы рассказать вам о самых интересных и значимых событиях минувшей недели. Но для начала коротко о главном. Полгода без Сергея Вайнштейна в Москве состоялся вечер памяти, приуроченный ко дню его рождения. Что такое ассамбляж? Художница Татьяна Абрамова рассказала о том, как продлить жизнь винтажным вещам. Профессиональная энциклопедия Сойфера. Наш спецрепортаж из столичного Сойфер-центра. Уроки философии от Равина Риувена Куклина, автора книги «Еврейский ответ». Молодая звонкая Аян, певица Аян Бабакишиева и ее первый сольный концерт на израильской сцене. На этой неделе в Москве вспоминали исполнительного вице-президента фонда Стмэгги, известного общественного деятеля, доктора философских наук Сергея Ивановича Вайнштейна, который ушел от нас полгода назад. Сергей Иванович в долгие годы был не только исполнительным вице-президентом, но и советником президента фонда Стмэгги Германа Захарьяева, который объявил об учреждении специальной журналистской премии имени Сергея Вайнштейна. На вечере памяти побывала и наша съемочная группа. В Москве, в овальном зале Всероссийской библиотеки иностранной литературы, прошел вечер памяти ученого и общественного деятеля, исполнительного вице-президента фонда Стмэгги Сергея Вайнштейна. Он ушел от нас в мае этого года. Ведущий мероприятие, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН, Анатолий Красиков, был знаком с Сергеем Ивановичем четверть века. Он отметил, что хотя физически его с нами нет, он останется с нами. Вспомнить Сергея Ивановича добрым словом пришли его коллеги, друзья, раввины и представители азербайджанской диаспоры в Москве. Сергей Иванович Вайнштейн являлся советником президента фонда Стмэгги Германа Захарьяева. И в своем выступлении Герман Рожбилович отметил, что каждый раз, когда он встречался с Сергеем Ивановичем, тот буквально заряжал его положительной энергией. Бог всегда забирает лучших из нас. И Сергея Ивановича не исключение. В 2001 году первое, что мы сделали, создали благотворительный фонд Стмэгги благодаря Сергею Ивановичу. А в 2003 году мы, спокойно за Оргелалом и, естественно, Сергеем Ивановичем, вместе создали Всемирный конгресс Корсак-Евреев. И уже в то время в мире встали уже многое знать о нашей общине. О нашей маленькой общине начали писать, начали говорить. И по всем важным и наболевшим вопросам я обращался к нему. И он, в свою очередь, все сделал на высоком уровне. В дальнейшем у нас было много конференций, дни культуры, выставки, круглые столы. И я всегда, Сергей Иванович, говорил, то, что вы делаете для нашей общины, это останется века. Герман Захарияев подчеркнул, что с 2016 года фонд Стмэгги будет вручать премию имени Сергея Вайнштейна. В области журналистики лучшим корреспондентом из числа горских евреев. Для многих присутствующих в зале Сергей Иванович был не просто коллегой и старшим товарищем, но и учителем, другом, примером для подражания. Советник президента Всероссийского азербайджанского конгресса Манав Агаев назвал Сергея Вайнштейна большим другом азербайджанского народа, прекрасным ученым и хранителем духовного и культурного наследия своего народа. Вместе с Сергеем Ивановичем и вместе с российским представительством фонда Гейдара Алиева, с Российской академией наук, с благотворительным фондом СМЕГИ, мы провели в Москве в библиотеке презентацию книги, очень интересной книги, этнокультурное многообразие Азербайджана. На вечере памяти каждый выступающий вспомнил добрым словом имя Сергея Вайнштейна. Для тех, кто его знал и работал с ним, он навсегда останется человеком слова и дела. Я помню его замечательный такой настрой. Вот несколько раз, когда мы готовили какие-то проекты, я говорила, Сергей Иванович, вы знаете, это очень дорого, это очень масштабное что-то. Он говорит, вы знаете, Вероника Владимировна, если есть идея, то ресурсы под нее обязательно найдутся. В общем, он один из тех людей, знаете, с которыми, вот как раньше мы говорили, да и многие сейчас говорят, можно пойти в разведку. Человек, который мы сегодня вспоминаем, это великий человек, мудрый, умный, историк, ученый. Для него судьба европейского еврейства была трагедией, ну, личной, если хотите, как человека, который верит в добро. И для него было очень важно не только рассказать об этом, не только объяснить, но показать тот пример, которому могут следовать, извините, такие великие, так сказать, еврейские диаспоры, какими были и есть, и по его глубокому, еще не будут еврейские диаспоры Франции и Германии. Я очень рад сейчас слышать, что память его создает фон, будут передвижны выставки, это уковетит его память, считать, что его душу мы воскресили. Руководитель творческого объединения «Еврейская старина Москвы» Ефим Улицкий в своем выступлении подчеркнул, что благодаря поддержке Сергея Ивановича сейчас горские евреи занимают первые места в еврейской общине Москвы. Финалом вечера памяти стало вручение Герману Захарияеву почетного диплома Ассоциации по изучению религии, базирующейся в Италии. «Мы должны были вручать этот диплом вдвоем вместе с Сергеем Ивановичем Вайнштейном, но по стечению обстоятельств я вручаю его один», – заметил Анатолий Красиков. Вы смотрите Стмеги ТВ, Шаву Атов, и мы продолжаем. Антикварные открытки, бусы, купюры, флаконы из-под духов и игральные карты. Художница Татьяна Абрамова рассказала моей коллеге Инне Изыхеевой, как сначала она стала коллекционером винтажных вещей, а затем создателем настоящих произведений искусства в стиле ассамбляж. Хотите узнать, что это такое? Смотрите, будет красиво. Татьяну Абрамову можно по праву назвать волшебницей. Она чудесным образом возвращает к жизни некогда утилитарные вещи. К примеру, это колода карт. Ее художница облагородила и превратила в настоящее произведение искусства. И таких работ у Татьяны насчитывается не один десяток. Все они выполнены в стиле ассамбляж. Я не профессиональный художник. Я более 18 лет преподавала на кафедре реконструкции в архитектурном колледже. То есть я занималась реконструкцией реальных объектов в Москве, тем самым сохраняя архитектурную старину. И вот эта потребность сохранения старины во мне, конечно, сформировалась. И когда я уже завершила свою трудовую деятельность, эта потребность вылилась в что-то другое, в это творческое. Только в данном случае это уже сохранение не архитектуры, а вот этого текстильного наследия, декоративного наследия. И это я начала где-то заниматься порядка 12 лет назад. Первые работы в основном я делала, как всегда, это с этого, наверное, начинается для себя, для своего дома. Но потом количество их стало очень большим, люди проявляли заинтересованность. Специалисты назвали стиль моих работ, жанр моих работ – ассамбляж. От французского слова «собирать, соединять». Я работаю с антикварными материалами конца 19-го, начала 20-го века. Я использую вышивки, бисер, кружева, различные старинные изображения, перья, перчатки. И из всего этого создаю декоративные композиции, наполняя их каким-то смыслом, идеей, интригой. Основная цель моего творчества очень простая, я бы сказала, такая честная. Я стремлюсь к сохранению этого исчезающего декоративного наследия рубежа 19-20 века. И благодаря своему творчеству, моим работам, мне удается им давать вторую жизнь. Я думаю, работ уже больше, существенно больше ста. Татьяна Абрамова может такие привычные вещи, как флакон из-под духов, превратить в предмет интерьера, который украсит дом и наполнит его изысканной неповторимостью. Что касается флаконов, это флаконы современные. Современные духи абсолютно узнаваемые. Я просто хочу сказать о том, что творчество может быть связано с любым предметом. То есть можно взять флакон и каким-то образом из этого объекта уже создать арт-объект. Это такие милые, трогательные, дамские вещички, украшения на дамский полочку. Ну вот здесь у него соболь и накидка, здесь какие-то перья. Причем в работе с флаконами я не обязательно использую всегда стопроцентно антикварные материалы. Это не обязательно. Наша героиня преодолевает много трудностей, прежде чем создать очередной шедевр. Только на одну реставрацию у нее уходят долгие месяцы кропотливой работы. Реставрация – большая часть моей работы, потому что те материалы антикварные, которые мне достаются, конечно, бывают с очень большими утратами. В первую очередь в плохом состоянии бывает бисерная вышивка. У меня есть две работы – фантазия и цветочная композиция, в которых практически больше половины бисерной вышивки было в россыпи. Я занималась много месяцев реставрации, прежде чем могла бы использовать эти материалы уже непосредственно в композициях. И я год потом не могла смотреть на бисер. Главной проблемой для Татьяны при реставрации являются не только ветхость бисера, ткани, но еще и многочисленные пятна. Художница справляется с ними также элегантно. Она перевоплощается в алхимика и создает собственный рецепт пятновыводителя. Татьяна признается, что с трепетом относится к каждому лоскутку, ведь именно материал вдохновляет ее на творчество. Самое главное – не бояться творить, не бояться делать самостоятельные шаги. И у каждого будет получаться по-своему. Еще об искусстве. Сойферы, люди, которые пишут свитки Торы, действительно создают своими руками настоящие шедевры. Ведь для того, чтобы состоялся праздник, по внесению свитка Торы, переписчик Сойфер трудится целый год. Нельзя сделать ни одной ошибки. А вот сколько лет этому нужно учиться, и что еще должен знать и умеет настоящий Сойфер, ответы на эти вопросы в нашем спецрепортаже. Я пришел в профессию, когда учился в Вишиве, мне было 19 лет, что, в принципе, для Сойфера считается довольно рано, потому что Сойферы остаются лет 20-22. Я начинал учиться, мне было 18 лет, и в 19 лет я уже получил диплом с Сойфером. Не могу сказать, что я отличался какими-то художественными способностями и как-то был к этому расположен. Но вот помнится, что решил попробовать, и остался на 22 года уже с Сойфером. Я запомнил первую мезузу, которую я написал. Мне попросили Аврехи Мезешива, чтобы я написал мезузу, и я ее написал тоже. Как-то вот запомнился. Тфилин, честно говоря, уже не помню, какой был первый тфилин. Единственное, что бывают такие случаи, что я открываю этот тфилин на проверку, я вдруг вижу, что этот тфилин, который я писал. Когда писал, так сказать, уже совершенно, ну, не могу как бы вспомнить, но тем не менее. Свиток – это целый проект. Обычно пишется свиток год. Человек должен как бы... Это время он должен посвятить только для того, чтобы писать свиток. У него времени не остается ни для тфилина, ни для мезуза. Как обычно свитки заказывают? То есть свиток заказывают, или же, чтобы он написан в честь, допустим, какого-то события. То есть если есть какое-то событие, или есть там человек ушел, как бы родственник ушел, хотя бы в честь него. И тогда принято свиток писать под это событие с самого начала. Это один вариант написания. Есть вариант написания, когда, допустим, человек буквально сейчас обсуждается, человек говорит, мне нужен ханук, и мне нужен свиток. И нам нужен свиток ханук, и все. То есть осталось там две недели. То есть это получается, что речь только может идти о том, что купить свиток, которые подходят по написанию, подходят по цене, подходят по всем критериям. Но, естественно, тут уже нет возможности выбора там софера, выбора, что вот этот человек будет как бы писать под что-то. В Торе написано, вот буквально можно даже отсюда прочесть, и напишите на косяках ваших домов и ворот. То есть отсюда мы видим, что это из Торы, это заповедь Всевышнего, которую он дал, как бы, да, он дал на горе Синай. Единственное, что очень многие законы, они были написаны в устном учении. Допустим, то, что пишут на пергаменте, как пишут, все эти законы были выведены мудрецами. То есть они эти законы вывели, прописали их в устном учении. Допустим, у караимов, у них, у них, эта заповедь, она у них была, она понималась в буквальном смысле. Сегодня, допустим, мы видим на одних из ворот старого города, что написано «Шма Исраэль». То есть так они буквально перенесли заповедь о Мезузе, они перенесли ее как бы на, то, что написано, «Ухтафтаммальмезбетеха», то есть напишите на Мезузу, как бы на косяках ваших домов и ворот. И поэтому у них написано «Шма Исраэль» и все. Устное учение говорит о том, что должно быть написано на пергаменте, нужно Мезузу свернуть, нужно Мезузу поставить ее так, в правильное место, правильное направление, правильная высота должна быть. Поэтому это уже устное учение. Я бы, наверное, сказал, что Тфилин опаснее всего писать. И бывает ситуация, когда человек ошибается в самом последнем, как бы он уже написал буквально все. И он сделал ошибку в конце, и бывает ситуация, что приходится ему все это класть внизу, то есть все непригодное, потому что он ошибся. В отличие от Мезуза, который в принципе можно писать и разные размеры, которые там и 12 метров, и 15 сантиметров. В Тфилине обычно размеры, они гораздо меньше. И поэтому это еще одно слово, чтобы так написать, чтобы это было все очень-очень мелко, но кошерно. Часто у людей есть такое предубеждение, что если написано в Израиле было, значит точно кошерно. Это очень, на самом деле, это очень распространенная ошибка. Но я всегда говорю, что если вы покупаете в Израиле, то вы должны знать, где вы покупаете в Израиле. Или же человек, который покупает, он должен знать, где он покупает места. Их на самом деле не так уже много. Или же покупать у тех людей, где всегда можно прийти и проверить. Поэтому если люди находятся в Москве, то я считаю правильным, чтобы, допустим, многие вещи они покупали в Москве. От профессиональных секретов Сольферов предлагаю перейти к секретам по-настоящему сакральным. Своей философией жизни делится Равин Риувен Куклин, автор книги «Еврейские ответы» и постоянный автор газеты нашего фонда «Стмеги.ком» за месяц. Он расскажет о том, как стать счастливым. Если мы посмотрим на мир, который нас окружает, увидим, что все человечество никак не может успокоиться. Человеку кажется, что ему дай еще немножко, и он будет более спокоен. Это то, что ему не хватает до счастья. Но не так. У него есть один дом. Дай ему еще дом. Он думает, что он будет счастлив. Но нет. Ему нужен еще дом и еще дом. Об этом уже говорят наши мудрецы. Человек, говорят мудрецы, не может выйти из этого мира и хотя бы половина из того, что ему нужно, что ему хочется было в его руках. У него есть 100 монет, ему хочется, чтобы было 200. 200 хочется, чтобы было 400. Почему это так? Говорят мудрецы. Притча. Был как-то человек, который удостоился руки принцессы. Простой человек. Принцесса должна приехать к нему в гости. И вот она приезжает к нему. Что же он должен для нее приготовить? Он приготовил ей подарки. Подарки дешевые. Это то, что он может сделать. Но он завернул их в красивые, дорогие обертки. И вот открывается дверь. Она заходит, смотрит на эти обертки. Думает, ой, какой простой дом. А с другой стороны видит дорогие подарки. Она рада. Она открывает подарок. Нет. Она разочарована. Это не то, что ей нужно. Но есть еще один подарок. Раскрывает еще один подарок. И снова это не то, что ей нужно. Каждый раз она продвигается, продвигается. И каждый раз думает, что сейчас успокоится, сейчас найдет свое счастье. Но она его не находит. Наша душа, говорят мудрецы, она дочь царя, дочь Всевышнего. Она принцесса. Наше материальное тело. Это простой человек, простолюдин. То, что он ей не даст, всякие вожделения, это не то, что, не то, чего хочет душа. Так что же делать? Каждый раз человеку кажется, что он даст еще один подарок, еще один подарок, еще одно вожделение, еще одно вожделение. Но душа никак не может успокоиться. И каждый раз кажется, вот-вот успокоится, но она видит, что это не то. Так что же делать? Неужели мы на всю жизнь останемся настолько не успокоены? Нет. Мы можем успокоиться, можем приобрести настоящее счастье. Каким образом? Если мы дадим душе подарок царе. Царский подарок. Да, мы можем это дать. Что же такое царский подарок? Царский подарок – это добрые дела, выполнение заповедей Всевышнего, изучение туры. Таким образом, мы будем по-настоящему участвовать. Сольный дебют на израильской сцене. Молодая азербайджанская певица Аян Бабакишиева приезжает в Израиль довольно часто и, как правило, для того, чтобы отдохнуть. Но после участия в ряде сборных концертов ряды ее поклонников пополнились. Приветствую вас на израильской земле. И прежде всего, вы, конечно, в Азербайджане известная певица. Вас любят, вас знают. В Израиле пока еще не так. Хотя у вас тут тоже уже есть, я вижу, поклонники. Давайте немножечко познакомим зрителей с вами. Расскажите что-нибудь о себе. Что вы хотите, чтобы израильский зритель о вас знал? Честно говоря, я тоже приветствую всех вас. Для меня Израиль не чужая страна. Для меня Израиль очень родной, что-то такое близкое, что-то, не знаю, может быть, я чувствую себя здесь, как у себя дома. И, наверное, здесь тоже тихо-тихо будем начинать. И, наверное, здесь будут тоже меня любить, уважать, как бы хотеть, чтобы здесь часто бывала я. в каждом талантливом человеке обязательно какой-то еврейский след прослеживается. Какие-то еврейские корни. Давайте разберемся с вашими еврейскими корнями. Они у вас есть или нет? Вот я вам скажу. Моя прабабушка дарбянская еврейка. Да. Маминая как бы страна. Бабушка маминная? Маминая бабушка дарбянская еврейка. Да. Я наполовину еврейка. Чуть-чуть. Скажите, что-то в ближайших планах, какие-то грандиозные вещи, о чем хочется сказать? Грандиозные вещи это в Баку, естественно, в Азербайджане. Я спела дуэт с Надиргофарзада. Это второй дуэт. Первый дуэт это что-то было. Это, не знаю, эта песня стала хитом. Все его любили и до сих пор не забыли эту песню. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что сегодня услышат на этом концерте? Что сегодня услышат? На этом концерте, честно говоря, наши новые песни есть. И на джуру буду спеть, и на иврите, и на русском, на турецком, на азербайджанском, на английском, естественно. Я когда пою, я, честно говоря, в Азербайджане, в ресторанах, в шо-программах я не участвую, не присутствую. А вот, когда на свадьбах бываю, когда все танцуют, это для певицы, это что-то, это удовольствие, это энергия. Это значит, люди отреагируют, да? Да, отреагируют, и я думаю, что нормально, как бы, любят, значит, мои песни хорошие, что они танцуют. Да, я их буду, сама буду пригласить и сказать, что да, танцуем до утра. Аян будет петь твою песню. Расскажи немножко об этой песне, как это случится. Которая называется «Тугерекимара». Эта песня появилась после того, как Шауль Симонтов обратился ко мне и приводил для Аян песню с азербайджанского, которая называется «Нейлером Санси». Я послушал песню, послушал слова, и я решил не сделать перевод, а сохранить смысл и сделать, как бы, свой текст. Литературный текст. О чем песня? О любви? Песня о любви, как всегда. И очень хорошая песня, танцевальная, со смыслом. На этом наш выпуск подошел к концу. До встречи на СТМЕГИ ТВ уже на следующей неделе. Напоминаю, что все выпуски нашей программы, а также полные версии сюжетов доступны на нашем сайте stmegi.com Студией была Татьяна Исакова, Шаву Атов, Худокумек.